Добрый день, дорогие друзья! С вами снова самая спортивная из региональных программ «Реальный спорт Ульяновск». И сегодня мы прокатимся на горных лыжах, посетим соревнования по карате, пообщаемся с одной из самых спортивных семей нашей области и узнаем, готова ли футбольная «Волга» к новому сезону. Но прежде чем мы начнем, я спешу представить нашего специального гостя, заместителя председателя комиссии по физической культуре и спорту Общественной палаты Российской Федерации Елена Александровна Истягина Елисеева. Елена Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а дорогу к спорту вы нашли сами или родители подсказали верный путь? Конечно, родители. Как вы считаете, у вас спортивная семья? Да, у меня спортивная семья, но скорее мы физкультурники. И папа, и мама имеют массовые разряды и не были спортсменами высокой квалификации. Спасибо большое! А у нас, кстати, в области тоже есть спортивные семьи, даже спортивные династии. И об одной из них вы узнаете из нашего сюжета. Вот уже шесть лет в областной школе Олимпийского резерва по лёгкой атлетике работает Екатерина Михалкина. Она тренирует юных начинающих спортсменов. У тебя руки прямые. Вот ручка у нас работает. Вот. Мы делаем их захлёсты. И в этом не было бы ничего удивительного, если бы не одно «но». Катя – мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике. В 2015 году в королеву спорта её переманил муж – Алексей Михалкин. Ещё один молодой, но уже весьма опытный наставник. Именно под его руководством тренируется один из сильнейших российских спринтеров в категории пода – Никита Катуков. Я искала работу. Он говорит – пошли к нам. И я с удовольствием пошла в лёгкую атлетику, даже не жалея об этом. Расчёт Михалкина тренера был прост. Катя даёт базовую подготовку юным спортсменам, а потом передаёт их более опытным товарищам. А то, что супруга всю свою спортивную карьеру прыгала через коня, крутила фляки и рандаты на помосте, показывала чудеса ронавеси на бревне – никакой не минус, а только плюс, считает Михалкин. В своём, опять же, династическом прошлом она видит многие вещи, элементы, немножко по другим углам и ракурсам, что, опять же, тут у нас уже глаз, так скажем, замыливается, а она, как свежий человек, уже даёт какую-то новую струю. В новой для себя спортивной семье Екатерина Михалкина освоилась довольно быстро. Больше того, не только муж, но и все корифеи Ульяновской королевы спорта увидели в кате специалиста, который может возродить в регионе красивый, но несколько подзабытый вид лёгкой атлетики – прыжки в высоту с шестом. У меня Юрий Александрович Жульков к этому подталкивал. В итоге у него получилось, он дожал меня. У тренерского тандема Михалкиных, говорят коллеги, большое будущее. Готовясь к тренировкам, они вместе составляют конспекты, делятся планами, новыми идеями. На работе друг друга и не видим особо, потому что здесь у каждого своя группа, и каждый со своими, так скажем, задачами, вопросами со своими детьми. Учиты Михалкиных подрастает дочь Агата и сын Семён, которого они уже приучают тому, что жизнь без спорта однообразна и неполноценна. Увидеть эту спортивную семью в полном боевом составе можно будет в конце апреля. Трио Михалкиных намерено бежать в семейном забеге традиционной областной лихотлетической эстафеты. Елена Александровна, помимо прочих ваших регалий и заслуг, вы же еще к тому же и директор Государственного музея спорта. Вот скажите, пожалуйста, отчего в вашей жизни больше? Музея и спорта или общественной деятельности? Государственный музей спорта – это моя основная работа. Поэтому, конечно, мое рабочее время посвящено музею и его делам. Мы фактически за несколько лет с нуля создали крупнейшую коллекцию спортивных артефактов в Восточной Европе. Мы приобрели теперь огромное здание в 5000 квадратных метров. И мы теперь полноценный государственный музей, который хранит спортивную славу всей страны. Спортивная сокровищница нации. Да, общественники – это действительно сила. И как хорошо, что государство слышит эти инициативы. Вот так, например, в Ульяновской области появился новый горнолыжный комплекс. В живописнейшем месте нашего города под интригующим названием «Венец и я». А как реализовалась эта инициатива, вы узнаете из нашего сюжета. Пока на улице постепенно тает снег, ульяновские спортсмены-горнолыжники наслаждаются последними тренировками. Сезон подошел к концу и завершился соревнованиями у младшей группы. Это спортсмены в возрасте от 4 до 8 лет. Впервые соревнования проходят на горнолыжном спуске комплекса «Венец и я». В заезде участвуют ульяновские спортсмены и ребята из «Ундорфсего». За призовые места борются 23 горнолыжника. Сегодня у нас слалом «Бане». Трасса стоит слаломная. Это самый, так скажем, технически сложный вид из всех дисциплин горнолыжного спорта. У ребят две попытки, чтобы показать хороший результат. Перед стартом традиционная процедура. Там нужно опробовать трассу. Ребята гуськом спускаются друг за другом. Шаг за шагом или, говоря их языком, плугом. Архип под номером 20 на лыжах с 4 лет. Любовь горнолыжки привили родные. Вся его семья, мама, папа и два старших брата давно с лыжами на «ты». Как вообще чувствуешь себя, когда катаешься? Ну, профессионализм не чувствую. Профессионализм чувствуешь? А как он проявляется? Когда с огромной горы катаешься. Я и еще мои два сына все занимаемся горнолыжным спортом. И поэтому младшему сыну некуда деваться просто. Это его судьба. И вот он в 4 года встал на лыжи. На сегодняшний день катается, показывает неплохие результаты. И вот долгожданный старт. Время первой попытки. Номер готов 23. Спортсмены от старта до финиша должны объехать все вешки. Правильно и точно выполнить повороты и показать лучший результат на время. Мне очень понравилось. Она сложненькая с поворотами. У нее впадины есть. У нее там все для соревнований приготовлено. К слову, 2021 год для Федерации горнолыжного спорта и сноуборда юбилейный спортивная организация отметит свое 15-летие. Ну что ж, мечты сбываются. И у горнолыжной федерации все получилось. Мы искренне рады за ребят. А вот Елена Александровна, скажите, пожалуйста, у вас какая мечта? У меня много мечт, как у мамы, как у руководителя, как у общественного деятеля. И вот что касается общественной палаты Ульяновской области, я с коллегами понимаю, как много нужно сделать в ближайшее время. Сегодня с коллегами мы разговаривали о том, об отвратительном явлении в спорте. О насилии тренеров, о том, что неквалифицированные кадры какими-то левыми путями попадают в нашу отрасль и иногда калечат здоровье детей и взрослых. Есть много того, что мы должны изменить. И мы будем это менять. И вот об этом я мечтаю, о том, чтобы вместе со своими коллегами, вместе со всем своим профессиональным сообществом сделать из нашей сферы лучшую в стране и, конечно, в мире. А вот здесь позвольте углубиться. А что тревожит вашу душу с точки зрения как государственного деятеля, так и общественника? У нас много разных сложностей. Сейчас не секрет спорт в определенном кризисе. У нас есть много международных проблем на международной спортивной арене. У нас такой развивающийся процесс в подготовке спортивного резерва. Сломали советскую систему. Все еще выстраиваем новую российскую. Развивается коммерческий спорт. И это нормально и хорошо. Но внутри есть много такого, что тревожит. По-настоящему тревожит. И вот хотелось бы поработать. И хотелось бы, чтобы государство услышало. И я думаю, мы все сумеем. Потому что наш общественный голос, голос общественной палаты, профессионального сообщества, если мы вместе, хорошо слышим. Соглашусь, есть некоторая шероховатость с точки зрения закона. Но категорически уверен, что у этих ребят с законом все в порядке. Мы на карате. ОС. Молодой, перспективный, достаточно массовый. Все это про карате. Вид спорта, который пришел в нашу страну в 80-х. И меньше, чем за полвека, не просто выбрался из подвалов. Но и статус запрещенного сменил на место в программе Олимпийских игр. Главное отличие именно нашей версии направления карате в том, что важна не только сила удара, но и скорость, и контроль удара. В разных возрастных категориях разная степень контакта. Именно олимпийский статус позволил карате организовывать большое количество соревнований, в том числе и детских. В Поволжье они проводятся регулярно. Как правило, количество участников от сотни до полутысячи. Ульяновск в этом календаре присутствует уже второй год, принимая открытый клубок Симбирска. Мы взяли в название старое название своего города, в котором мы проживаем, в котором проводим данный турнир. Просто надо корни свои знать, историю надо знать, поэтому кубок Симбирска. Одна минута, один поединок. Для многих юных каратистов нынешний кубок Симбирска стал началом большого спортивного пути. Не исключено, что лет через 10 кто-то из нынешних мальчишек и девчонок будет побеждать на состязаниях самого высокого мирового уровня. Свои первые поражения переживает весьма эмоционально. Успоковить проигравших, как правило, приходится арбитрам. Жалко, конечно. Меня всегда называют на таких межрегиональных соревнованиях судья-нянька. Я прошу вытащить капу спортсмена, продышаться, чтобы он успокоился. Но при этом, при всем, всегда повторяю слова. Ты занимаешься не бальными танцами, ты занимаешься единоборствами. Юные каратисты Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, а также Татарстана и Чувашии вышли на татами, чтобы бороться за награды второго кубка Симбирска. Золото в личном зачете среди прочих завевали ульяновцы Никита Юманов, Владислава Фахреддинова и Никита Кузин. По итогам командного зачета сборная хозяев в золотой средине. У нее третье место. А лучшими стали каратисты Самары. Елена Александровна, а вот с точки зрения вашего опыта, вы наверняка объехали всю страну и были в разных ее регионах. Авторитетно заявите, пожалуйста, какая сила в ульяновском спорте, а где его нюансы? Могу сказать, что есть такие ситуации, которые просто катастрофичны. И мы иногда жалуемся здесь у себя в Ульяновской области, что вот это плохо, то плохо, ребята. Мы не видели еще всего дна, которое, значит, к сожалению, бывает. Что касается ульяновского спорта, сила, у нас, безусловно, есть определенные традиции, которые сейчас надо поддерживать и возрождать. И сила ульяновской области, конечно, в людях. Большое спасибо за добрые слова, открытый разговор. А вот теперь каверзный вопрос от нашей многомиллионной аудитории. Являетесь ли вы футбольным болельщиком? А если вдруг да, то, может быть, за какую команду вы болеете? Я увлеченный болельщик некоторых игровых видов спорта. Что касается команды, я болею за футбольную «Волгу». Отличный выбор, потому что мы сейчас узнаем, а готовы ли ребята к началу нового футбольного сезона в нашем сюжете. Еще пару тренировок и снова бой. Футбольная «Волга» устраняет последней шероховатости в своей игре, чтобы продолжить борьбу за выход в ФНЛ. В оборону, в оборону, поуже. Главный тренер команды Ринат Аитов говорит, что межсезонье для его коллектива получилось очень плодотворным. Сначала коллектив покинули те, с которыми, по мнению тренерского штаба, нельзя выполнить больших задач. А потом на освободившиеся места пригласили пятерых новичков. Весь март потратили на то, чтобы притереться, сыграться, определить костяк игрового состава. В итоге в шести контрольных матчах пять побед и всего одна ничья. Эти игры показали, что футболисты подобраны качественные. То, что мы требовали высокий темп постоянный. Эти требования выполняли. Ни одного футболиста не могу упрекнуть в том, что там недорабатывали или еще что-то. То есть я считаю, что мы готовы. В сентябре прошлого года он впервые вышел на газон Ульяновского стадиона «Труд». Правда, в форме подмосковного «Велеса». Полузащитник Данил Поляков тогда выбил «Волгу» из розыгрыша Кубка России. Теперь полузащитник в числе пяти новичков ульяновской команды, с которой попробует из второго дивизиона снова шагнуть в ФНЛ. Конечно, это я воспринимаю как новый вызов. И цель я для себя ставлю максимальную, достичь победы в этом сезоне. В первом же после зимней паузы матча 4 апреля Волжанам играет в гостях против одного из своих прямых конкурентов за выход в ФНЛ – Тюменью. Нет бы соперника попроще, скажут болельщики. Но это календарь подогнал «Волге» ситуацию из огня до в полымя. Да какая разница, все равно же с ними надо было играть. Поэтому без разницы. Лучше сначала, чем потом. Кроме поездки в Тюмень, до конца сезона «Волге» предстоят вояжи в Новосибирск, Барнаул, Новотроицк, Самару и Ижевск. Еще пять раз волжане сыграют дома на стадионе «Труд». Всего 11 матчей, после которых и станет ясно, где на будущий год сыграет «Волга» – в ФНЛ или снова во втором дивизионе. Друзья, скоро лето. И это факт. Лето олимпийское. Буквально осталось меньше 120 дней до начала Олимпиады в Токио. Елена Александровна, расскажите, пожалуйста, какие ваши надежды? Вы знаете, может быть, приглушу ваш энтузиазм. Это олимпийское лето, на мой личный взгляд, будет не самым ярким. Олимпиада пройдет без зрителей, ну, по крайней мере, без большого международного праздника. Это, конечно, не самый лучший вариант. Тем не менее, будем смотреть трансляции. Нашим коллегам-спортсменам российским, конечно, я желаю удачи. Особых благодарственных и напутственных слов хотелось бы в адрес наших ульяновских спортсменов. И мы все будем за вас молиться. Я надеюсь, что вы нас удивите, и мы будем радоваться вашим победам. Ну, а всем остальным честной игры, честного спорта. Пусть пойдет, как пойдет. А болеем мы за наших. И вот на этой вот проворной ноте позвольте лаконично и завершить нашу очередную программу. Самая спортивная передача из региональных – «Реальный спорт Ульяновск». Будьте здоровы и до встречи на спортивных объектах города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова